Я сначала объясню проблему. Творец мира создает условия для того, чтобы у нас были какие-то доходы, чтобы мы могли иметь деньги на кусок хлеба, может быть, не только на кусок хлеба и так далее. И что он хочет от нас, чтобы мы сказали ему спасибо за это, чтобы мы были благодарны, а ему же ничего не надо. Но когда мы проявляем вот это спасибо, когда мы благодарны Творцу, мы показываем, что мы люди, а не роботы или какие-то ужасные существа, которые не испытывают чувства благодарности. Так в чем проблема? В том, что оказывать помощь другим людям, проектам, задачам каким-то, человек должен из своих денег. Это логично, правда? Нельзя не заработав, помогать. Это значит, что ты откуда-то берешь, фактически, фактически крадешь у будущего. Можно только помогать из того, что у тебя есть. В данном случае автор Игорь Сорока хочет помочь ребенку его друзей и спрашивает, можно ли это делать, а у него нет сейчас денег, которые он выделил, отделил на филантропическую помощь, а человеку желательно, еврей обязан отделять деньги для того, чтобы помогать, для того, чтобы сделать что-то хорошее. И нееврею желательно тоже, у нееврея нет обязательств, но есть правильное пожелание небес, чтобы человек так себя вел, чтобы мир существовал. Так вот, нет денег. Я потратил все свои деньги, на данный момент у меня денег нет, но я хочу помочь. Из чего я буду помогать? Значит, обычно я откладываю на то, что помогает, а теперь у меня уже нет. Но никто не запрещает мне делать подарки из моих собственных денег. Это не будет филантропия, будут подарки из моего имущества. Я имею право, тоже отвечая на вопрос, дать подарки, но иметь в виду, что я потом верну себе эти деньги за счет тех фондов, которые я откладываю на добрые дела. Сейчас у меня из этих фондов ничего нет, но потом будет, через месяц, через полгода, через год. И я уже сейчас записываю, что когда у меня будет, я верну себе, потому что сейчас я даю подарок мои деньги, но не филантропическая помощь, которая от меня ожидается. Поэтому можно сделать то, что вы написали, можно так помогать. И если есть нужда, есть потребность, то это совершенно легитимно, абсолютно, значит, дав эти деньги, записать, запомнить их, записать, а потом из фондов для благотворительной помощи, собственных фондов, взять деньги и как бы вернуть себе эти суммы, которые я когда-то отдал в качестве подарка с условием, что я верну себе эти деньги. Ваши знакомые не пострадают, никто не пострадает, все выиграют, включая ребенок и все. И все будет тогда правильно, как должно быть. Вот такой ответ. Я надеюсь, что понятна была сама проблематика. Потому что давать можно только из того, что есть. Если я хочу быть правильным, хорошим человеком и давать деньги, которые у меня отложены на эти цели, а их в данный момент нет, я могу взять просто другие деньги свои и сказать, что я потом сам себе верну из тех денег, которые возникнут. Вопрос теперь, а если они не возникнут? Неудачная полоса идет. Уже три года я ничего не зарабатываю. Такого, что у меня остается. Все уходит на пропитание и на необходимые нужды. Не остается ничего, ни копейки. Ждать. Когда будет, я имею право вернуть. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова